всем привет давно хотел подснять видеоролик немножко расширил парк своего ручного инструмента собственно хочу поделиться впечатлениями по работе и так далее ну как видно прикупил себе милоки серия vde это серия для электриков сколько я помню они заказывают у нвс есть уже обзоры на ю тубе вот мне просто больше нравится по цветовой гамме поэтому брал милоки инструмент не супер дешевый но работать с ним довольно приятно они уже поработали вот это вот напыление серые это все панты для приезжих но облазит практически сразу но на работоспособность инструмента это не влияет упаковку не покажу также себе прикупил на такие кусачки силовые то есть это чисто для электрики брал на это грызть всякое разные скажу модель qd w ht 70 275 такие вот кусачки силовые хотел еще взять пассатижи ну-ка добрал кусачки не было денежек чтобы взять еще такие усиленные пассатижи а когда они появились я их только собрался взять их забрали не где-то видимо из америки возят вот эти вот уже действительно грызть все подряд гвозди и так далее но для этих целей я их и брал ну и сейчас увеличу сейчас я грызть шурупы не буду потому что они имеют свойство куда-то улетать я снимаю в комнате вот видно по кромкам для теста пробовал грызть шурупы было интересно справится не справится вполне справилась так что было понятно не до конца показать у него носик самый такой острый но тем не менее даже бумагой подрезает сейчас попробуем один фокус куда-то девается именно ближе сюда видимо как-то губки уже сходятся но если кончиком то прорезает ну и собственно милуки а-ля мвс тут вообще никаких проблем на вот этих инструментах на пассатижах и длинногупсах или утконосах каких-то утконосы это скорее вот эти изохнутые это длинногупцы тоже кусачки неплохие похуже чем отдельно но в принципе если надо что-то подгрызть вполне неплохо вот такое восхождение у них не знаю нормально не нормально ну вроде как нормально ну и пассатижи ближе здесь такой специфический носик у меня не было дорогих раньше так как появились появилась возможность желание поэтому прикупил самое интересное из этого из того что прикупил это кабелерез это тоже милуки я не знаю у кого они заказывают я так понимаю что не они сами ну вроде какой-то американские я видел очень похожие у них нет они подпружинивания ничего только руками сейчас упаковку покажу то что на них ничего нету упаковку специально сохранил валяется у меня уже здесь месяца два вот их не их не модель характеристики то что написано на коробочке вот по них я особо никакой информации не нашел и как-то и даже youtube молчит по поводу кабеля леса собственно нашел тут у себя в законах какой-то побитой жизни провод для теста можно его и погрызть не знаю здесь не написано сечение видео кабель наверное не видно не хочет он фокусироваться сечений не написано кто достаточно тоненький понятно что то для него не нагрузка для таких для этих тоже самое через камеру смотрю немножко под закусывать можете я конечно уже даврызть я в том что и проволоку на пассатижах тоже на длинногуксах кусачки если вдруг надо там подгрызть сейчас они тянутся за кусачками то вполне неплохие в общем это был какой-то но не japan кабель сечение я не знаю наверно 05 или что-то типа того так что у меня еще есть для теста что-то было не сильно толстая полторашку я не нашел у меня есть сейчас покажу такой старенький шввп 2 на 2 и 5 это мягкий кабель провод кабель собственно не обращайте внимание что я вздыхаю я вздыхаю потому что пытаясь камеру не считать ну в общем я не напрягаюсь ввызет он свободно без проблем также как и пассатижи длинные опции это все детские игры кабель реза понятно что это вообще нет на тоником даже не показал это вообще него просто нету немножко дальше расскажу поподробнее так что у меня есть еще мне есть четверка язычек такой копая помню это четверка или шестерка или четверка или шестерка и у меня есть что мне здесь еще есть это компьютерный кабель был он остается но не только на компы такие ставят у него по-моему 075 до 075 там плохо будет видно точнее скорее всего вообще будет не видно 075 3 на 075 понятно что если он 25 грезет то здесь легко просто такой ровненький после кабеля реза такой ровненький хороший срез остальные тоже самое справляется нас интересует что-то посерьезней вот это 3 на 2 и 5 не горючий не дымный круглый там где-то тут найду я написано наверно будет не видно потому что они печатают какими-то зелеными чернилами живую видно даже на руку не хочет формирусироваться вверх на вами в общем вылагая нгд 3 на 2 и 5 это еще причем из более старых у него здесь по моему практически реальные 2 и 5 они как в тех которые сейчас продаются которых там 2 и 2 здесь уже немножко усилие надо вот поэтому я не хочу шурупы кусать потому что будет разлетаться во все стороны усилие надо но небольшое я не скажу что этом сильно напрягаюсь для такого кабеля а вот в этот эти кусачки он нормально не влазит но тем не менее он его перекусывает без проблем также и пассатижами можно перегрызть и длинногубцами то есть на длинногубцах больше всего усилия надо добавлять за конструкции но не сам кабеля с немножко больше усилия он уже его вроде как чувствует но не сказать что он там сильно напрягается я там сильно напрягаюсь порезки вот дальше я вот не помню где-то штанги у меня есть но он такой галимый поэтому не буду его даже искать в общем это либо четверка либо шестерка у меня есть еще десятка поэтому в принципе это особой роли не играет вы просто было понятно он перегрызает ну понятно что если он перегрызает 3 на 2 и 5 то четверку или даже шестерку ему перегрызть не составит никакого труда собственно как и кабеля реза и всем остальным по ними тут как бы проблем с таким проводом кабелем нету предоставить не улетал она все равно разлетается вот если с точки зрения напряга на кисть я не скажу что я напрягаюсь но усиленные есть усиленные здесь усилием меньше для такого что-то потолще с усилением хорошая вещь так мы возьмем десятку здесь на десятке написано это pv1 10 не знаю особо напряга не мог посадить на губцами уже будут будет немножко сложнее придется усилие уже усилие надо добавлять усиленные кусочки от devolt не напрягаешься и кабель рез тут уже как раз вся прелесть кабель реза как раз он для таких срез ровненький приятный показать такой вот срез понятно что я там сильно не старался можно чуть правнее сделать есть у меня изернетовский то есть если кому-то не будет интересно понятно что он там тоненький но тут вопрос именно в том чтобы нормально подрезать вообще без проблем все чутенько как резко особо тестить нечего очень мягенько вот эти в этом плане даже как-то поприятнее именно из-за усиления но рез не будет видно это после 2 это лес и лес после мелки после мелки более аккуратный лес получается кабелерезом понятно что такой провод вообще точнее не провод это уже точно кабель вообще не проблема в общем инструмент хороший могу рекомендовать к покупке вещь не дешевая я не знаю как там по поводу книпекса я думал взять тебе книпекс а потом понял что я лучше возьму себе такой набор чем буду собирать книпекс то может быть для какой-то профессиональной работы уже будет актуальней но это надо пробовать я не пробовал поэтому не могу ничего сказать по поводу кабелереза я его покажу поближе я над ним издевался чтобы было понятно есть такой погрызанный особенно здесь это видно я им перегрызал 5 на 10 с большим трудом с большим напрям то есть несколько заходов по кругу но тем не менее я смог перерезать 5 на 10 у меня еще грызок есть но не хочу это реально мучение но тем не менее это возможно перерезать такой толстый пять десяток сразу там две десятки допустим двойной если будет двойной тройной плоский допустим то это вполне нормально тройной будет уже понятно что понижали но тем не менее возможно я живу 5 на 10 перегрыз соответственно 2 на 10 3 на 10 вполне справится мне просто непонятно почему как-то очень мало информации по поводу данного кабелереза будете иметь ввиду что есть еще такой я не знаю у кого повторяюсь я не знаю у кого они заказывают явно у них не свое производство но я вроде какое-то видео один или две марки именно американских у нас я это вообще в продаже не видел надеюсь видео было интересным полезным так что ставьте лайки дизлайки подписывайтесь не подписывайтесь комментируйте всем добра нах нах